МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в гостях, я забыл тебя представить, Алексей Мичелов, собственно, вдохновитель, организатор сего действия. И фактически третий год ты делаешь вот это вот нечто грандиозное такое. От моря до моря, фактически. Да, от белого и до черного. Мы об этом еще поговорим, естественно, в течение всей программы. А сейчас я хочу сказать, что мы ждем, естественно, звонков и смс-сообщений. Телезритель, задавший самый интересный вопрос по итогам недели, получит комплект вот этих вот оригинальных часов символикой телеканала Автоплюс. Также мы ждем смс-сообщений. И, Леша, давай, наверное, начнем с самого главного, потому что, понятно, те, кто интересуется темой, они в курсе, что это такое. А для тех, кто нет, я думаю, стоит немножко посвятить хотя бы начало программы, описательному такому некий сценарий, дать того, что было и вообще, что подразумевает под собой Волок как таковой. Значит, еще раз повторюсь, то, что самое главное, что заложено в концепции Волока, это как раз отсутствие соревновательной части. Потому что путешествовать – это одно, а соревноваться – это другое. Соответственно, разные люди ездят на подобные мероприятия. Но у нас не было цели делать гонки. Я гонки делал много лет в своей жизни и прекрасно знаю, с чем это связано. Соответственно, идея Волока родилась достаточно давно. И родилась она именно из-за того, что я очень много путешествовал. Ну и когда ты в течение, грубо говоря, двух недель съездишь сперва в Архангельск, потом в Астрахани, ты начинаешь понимать, что в этом есть нечто интересное. Потому что там еще лежит снег, а там, по сути, верблюды, плюс 25, и все хорошо. И вот этот вот контраст, его было сложно не заметить. А так как было очень много пройдено подобных маршрутов, но не специально. То есть туда коммунировка, сюда коммунировка, туда поехал, сюда поехал. Ну, в общем, ты тоже журналист, ты понимаешь, как это бывает. И появилась идея это все соединить в единый проект. И, как, опять же, многим из нас, путешественникам, журналистам это близко, хотелось похвастаться перед всеми остальными, что вот я видел. Каждый раз рассказывать в курилке неинтересно, правильно? Лучше показать. И, соответственно, мы там начали пытаться вот это сшить как-то в единый такой вот формат. И получилось вот такое вот мероприятие. Внедорожный рейд от Белого до Черного моря. Естественно, это не все время по бездорожью. Значит, надо уезжать на несколько месяцев. И так у нас, в общем-то, сейчас вырисовалась большая проблема. У нас первые два Волока были трехнедельные. А три недели для обычного человека – это нестандартный формат. Да, то есть отпуск обычно две недели, либо месяц. Ну, месяц редко, обычно две недели. И поэтому многие люди говорили, что как же так? Вот вы там заиграете по своим правилам, вы все безработные. Вам все равно, а нам надо как-то выбирать. Да, нам же не надо как в офис приходить на работу и уходить в шесть. Ну, вы же давно дома были, а мы тут сидим. Да, собственно. И в итоге мы вот когда сейчас задумали концепцию третьего Волока, мы решили, что мы же для людей надо пойти навстречу. И мы взяли, сжали до двух недель, вырезали дни отдыха. И получилось так, что там на третий, на четвертый день участники чуть ли не начали стреляться прилюдно. Потому что, ну, пробег там шесть тысяч километров. Это получается… Ну, немало. Да, ну, практически там минимум пятьсот километров в день надо пройти. Причем это же не асфальт. Ну, то есть есть, конечно, асфальтовые перегоны, но бывали дни, где вообще не было асфальта. Ну, и, соответственно, там проспал, тут чуть-чуть попозже выдали легенду, тут остановился перекусить. И потом хлоп, приехал в два часа ночи, в три часа ночи. А в восемь опять надо ехать. И, ну, соответственно, накапливается усталость. И, в общем, было тяжело. И мы поэтому сейчас, как бы, вот как только финишировали в Новороссийске, мы сразу объявили, что все, следующий Волок будет трехнедельный. Как хотите. Да, да, да. Лучше экипаж приедет не на весь Волок, а на отдельные этапы, но иначе это очень тяжело и, главное, небезопасно. Ну, потому что усталость, нужно еще учитывать тот факт, что, предположим, ну, если сравнивать подготовку людей, она же разная, действительно. И, вот, если говорить о составе участников, как он менялся и вообще, вот, были ли какие-то изменения в этом году, да, вот, если посмотреть, вот, вот, Бивуак, да, собственно, где люди спят, отдыхают, перед тем, как встать и поехать вновь в руль и поехать вперед. Что вообще, если, ну, некий социальный срез, может быть, дать того, кто принимает участие в нем? Ну, социальный срез, мы пытаемся периодически как-то вот описать, но это очень сложно, потому что люди абсолютно разных профессий, возрастов и вероисповеданий, то есть, единственное, моложе 30-ти мало кто ездит, да, потому что, ну, во-первых, хобби достаточно дорогое, во-вторых, обычно в этом возрасте хочется немножко других движений, да, а тут уже как-то ездят, в основном, люди, которым уже интересно что-то посмотреть именно в нашей стране. Большинство из них было уже в мире везде практически, и они понимают, что вот они везде были, а в родной стране не были. Вот, и поэтому люди, ну, абсолютно разных профессий, там, и врачи, и юристы, и там, автослесари, и продавцы запчастей, и кого только нет. Вот, и, в общем, всех их объединяет это вот, ну, вот, как бы стремление что-то такое увидеть. Ну, кстати, ты вот говорил о, перед эфиром, когда мы вот разговаривали, ты говорил про, что самый молодой экипаж, что там было с годовалым ребёнком у тебя. Ну, да, ну, то есть, родители-то, может быть, и не были самыми молодыми, да, но у них третьим членом экипажа штурманил годовалый ребёнок. Детей вообще в этом году было много, и нас это, честно говоря, так неожиданно удивило. Потому что дети были всегда, на самом деле, на всех Волоках, ну, там, один, два, три, да, в этом году там было с десяток детей, детский сад, вот. Няня, пара нанимать, значит, ты будешь писать в следующий раз отдельным пунктом няня. Ну, я хочу заметить, что дети как раз, ну, все боятся как в брать детей, потому что это абуза, да, вот. А здесь получалось так, что экипажи, которые были с детьми, они, наоборот, были самые организованные, потому что, во-первых, с ребёнком нельзя вечером слишком долго посидеть, потому что с утра он себя поднимет, с утра его надо накормить, напоить перед стартом, а в итоге люди как-то старались держать себя в руках, и в итоге вот ритм, очень быстрый ритм, вот конкретно это Волк, да, вот, пожалуйста. И как бы люди, которые были без детей, зачастую уставались сильнее, чем те, которые были с детьми, потому что в подобных пробегах самое главное – это войти в некий ритм. Особенно, если ещё сами организаторы не дают в него войти, да, то есть там где-то там опоздали с брифингом, тут где-то не вовремя там раздали легенду, где-то сами иногда опоздали там с трассы, потому что, как бы это ни было смешно, но организаторы тоже едут по этой трассе, и у них тоже бывают какие-то оперативные вопросы, ну, в общем, все мы люди, да. Соответственно, когда у человека есть режим, его даже вот эти вот какие-то, ну, не складушки, они его не сильно выбивают. А когда человек при этом там пошёл поспать, туда-сюда-сюда, то есть с утра встал, да, что-то пропустил, оказывается, надо наверстывать, ну и так далее. И, в общем, как только человек выбивается из графика, ему уже становится тяжело реально нагонять. Ну, это стандартная ситуация, тут, наверное, всё-таки вот в этом смысле спортивная составляющая иногда, может быть, больше мобилизует, потому что если взять большие перегоны типа Дакара, там, да, ну вот, ралли-рейдовые, то есть во сколько ты не приехал, там никого не интересует, тебя поднимут в 6 утра вперёд и с песнями и пошёл. И поэтому там времени на отдых, оно остаётся вот именно на то, чтобы поспать. А это самое важное, тут вот правильно ты сказал по поводу ритма, поскольку если ты сбиваешься и приехал отдыхать, то, наверное, лучше это сделать самостоятельно, а не в режиме как колонны, чтобы... Ну, здесь тоже надо чётко понимать, что семеро одного не ждут. Конечно, есть взаимовыручка, и у джипера это первое понятие взаимовыручка, человек, который едет рядом с тобой, но если человек проспал или задержался до сутки, то, естественно, вся колонна ждать его не будет, потому что это просто выбит ритм. Ну, конечно. Вот. И, конечно, это было наше камень приткновения в этом году, тем более, что вообще Волок этого года, он оказался для нас очень сильно форс-мажорным. Нужно понимать, что мы же идём по весенней распутице. Ну да. Вот, то есть, мы стартуем по снегу, у нас на первых двух днях реально люди рубились просто в снежном плену, и там машины не ехали ещё по такому количеству снега. Вот. И весенняя распутица, она чем сложна для организации, об этом участники мало задумываются, что нельзя за две недели прокатать маршрут. Потому что за две недели снега ещё больше. И мы, конечно, пытаемся это делать своими какими-то ухищрениями. Ездим летом на разведке, осенью на разведке, потом весной на разведке. Но в итоге, когда стартует сам пробег, всё равно ситуация четвёртая. То есть, первые три не подходят. И из-за этого получается, что когда график сбивается окончательно, ты понимаешь, что ты рассчитываешь на то, что люди пройдут этот участок за три часа, а реально люди идут за шесть. Или за восемь. Да. И когда на второй день был предусмотрен ещё более тяжёлый день, а люди встали не в восемь, а в десять и поехали. И это вот как снежный ком начинает наваливаться, и у тебя единственный шанс – это опередить, грубо говоря, колонну и на следующие дни чуть-чуть вырезать. Потому что ты понимаешь, что люди просто погибнут. То есть, ну, как бы сперва люди начнут ломаться, а потом начнут ломать организаторы. Кто первый, кто сильнее окажется, здесь тоже надо помнить. Тем более, что основной жертвой, которая была принесена в пользу при переходе с трёх недельного формата на двух недель – это днёвки. А днёвки – это отдых, это как раз сон, это починка автомобилей. Вот. В общем, эксперимент я могу признать неудачным. Да. Бывает, хотели как лучше, лучше бы оставили как было. Это точно. Перефразируем. Да, точно. Участники, которые были на первых двух волках, говорят, что в этом году он нам абсолютно не удался в этом отношении. Кстати, почему было изменено место старта? Обычно же вы с набережной Северной Двины стартовали два года подряд, а сейчас просто как бы изменили. От чего это произошло? Ну, это было сугубо продиктовано предполагаемым маршрутом, потому что маршрут шёл всё время по пограничным территориям. То есть мы изначально задумали, что мы будем стартовать вдоль нашей западной границы. Кем? И будем двигаться. Ну, от Кеми до границы там 200 километров. Наверное, все помнят, Васильевич меняет профессию, вот Кемская волость, которая, что ты сделал, дурак, кто-то им отдал Кемскую волость? Вот её вот как раз и пытались отдать. В первый же день нам нужно было, кстати говоря, сделать разрешение в погранзону и так далее, потому что у нас же страна секретная, у нас же 30-40 километров от границы запретная зона. И даже при том, что там деревни есть, люди там живут, куда следить нельзя, наверное. Поэтому были вот такие вот у нас... Шпионов не было? Ну, кто же знает. Шпион, а то и шпион. Да, вот секречный шпионов не было. Вот. И поэтому мы, соответственно, перенесли старт из Архангельска в Кеми, потому что из Архангельска пришлось делать очень большую дугу, и опять вот в две недели эта дуга никак не впишется. Вот. И весь Волок этого года шёл исключительно по приграничной стороне, потому что мы дошли до уровня Белгорода абсолютно всё время вдоль границы. Потом мы пошли через казачьи всяческие станицы, это тоже по большому счёту откуда они взялись, потому что это были пограничные территории. Вот. Потом мы вышли на Кавказ, и вот она граница с Грузией и так далее. Да, то есть всё время по всяким границам. Мы ничего там не разведывали? Ну, кто же расскажет все свои секреты? Вы думаете, мы не с добровольными. Видите, мы правильно, мы не всё выдадили. Служба у нас такая. Служба. Ну, конечно. Тем не менее, в общем-то, если говорить, ведь первая часть, вот она, я смотрю, вот у меня как раз расписание, получается 300 километров. Кемс Судна озеро, это первый, собственно, день. Ну да, первый день. 300 километров, это не так уж и сложно. Наверное, давай вот пойдём по дням, как бы так будет. Конечно. Тут тоже интересно, потому что, ну, те, кто был, кстати, милости просим звонить тех, кто принимал участие. Мы прием любые звонки, я думаю, что ты с удовольствием будешь ответить, если кто-то там будет недоволен. Хотя недовольство, я думаю, может быть вызвано вот именно теми причинами, в основном, которые ты уже обозначил перед этим. В общем-то, также мы ждём вообще от участников, естественно, это будет интересно. О тех, кто, может быть, хочет поехать. Я думаю, также для любых вопросов, к чему вам быть готовым, это очень тоже важный момент, поэтому лучше знать заранее. Пусть за год, но готовятся. Готовься они летом. Мы воспользуемся вот этой старой. Ну и пошли. Первый день. Значит, первый день, вот обозначенные 300 километров, из них асфальта было, ну, может быть, процентов 40. Как раз это и была одна из ловушек, которая за собой потом последовала принципа домино. Там был участок лесной, ну, обычные лесовозные дороги, которые у нас всю Карелию пронзают в разных абсолютно хаотичных направлениях. Да. Вот. И когда мы пробивали за две недели маршрут, ну, уже так, в чистовую, мы, соответственно, начали там идти по вот этой снежной дороге. Оказалось то, что она, ну, достаточно такая тяжело идущая. Мы просто решили, что так, как мы проезжаем по ней летом, смысл по ней сейчас рубиться, да. Вот. Если через две недели все равно снег растает, люди проедут. Ну, снег не растает. Вот. Вот. Еще даже его там чуть-чуть добавилось. И, ну, был такой, в общем, достаточно хороший троферейд, да. То есть, поэтому люди там рубились до вечера, еще там где-то какие-то лесовозы там ходили, что-то разбили. Ну, в общем, как всегда в нашей стране, у нас ничего нельзя предсказать. Причем именно северный этап – это всегда камень преткновения для нас, потому что вот за три разведки в этом месте у нас ситуация дорожная менялась каждый раз. То мосты были, их нет, то реки были мелкие, стали глубокие. То дорога была нормальная, стала вот такая. Ну, вот такая. Тут достаточно пустить лесовоз или какой-нибудь, я не знаю, там… Да, да, да. Урал, который разобьет это в пять секунд. И дорога в колею, в которую любой просто внедорожник сядет на мосты и все. Конечно. В общем, если кто-то вдруг думает, что проложить подобный маршрут – это не очень сложно, то пусть попробует. Потому что у меня, ну, у нас команда организаторов достаточно большая сейчас уже. И ребята, которые пробовали прокладывать некоторые участки без меня, например, ну, потому что там я-то в комбинировке, то там. Они там неделями жили в лесу, чтобы попытаться какие-то смычки пробить, и в итоге у них ничего не получалось. Даже так. Ну, у нас страна партизанская. Недаром ты же правильно сказал, секретности много. 40 километров уже, видишь, какая секретность большая. Да. Ну, первый день-то он, в принципе, действительно, наверное, все-таки не являлся решающим. Ну, конечно. Потому что это была типа вводной. Все равно. То есть, хотя бы ощутить и понять, что это такое. Потому что второй уже 650 верст – это довольно серьезный пробег. Ну, да. Но там, скажем, меньше было каких-то засадных мест. То есть, более такие ходовые допы, карельские. Опять же, к сожалению, у нас нет возможности зачастую донести до каждого участника всякие специфики. Но по карельским грейдерам, как известно, можно носиться с очень большой скоростью. Для этого нужно две вещи. Для этого нужно хорошую подвеску и не промахнуться с давлением шины. Потому что, если ты пойдешь на трех очках, то вытрясешь и кость, и весь провиант и машину разложишь еще добавок. Вот. В принципе, об этом во всем говорилось. Но, может быть, кто-то не услышал, кому-то неправильно сказали и так далее. В итоге, было много экипажей, которые ехали по вот этим самым 650 километров. Скорость 40 километров в час, потому что берегли машину. Вот. Беречь машину можно по-разному. Ну, каждый понимает это по-разному. Конечно, конечно. И в этом, конечно, сложность именно протяженных рейдов. Потому что нужно каждый раз подстраиваться под определенную трассу. И в этом, на самом деле, есть интерес. Потому что, если первые два дня это карельские грейдеры, а потом начинается средняя полоса, то совершенно другие условия. И условия пилотирования другие, естественно. Ну, в общем-то, здесь надо знать. И, скорее всего, мне кажется, прежде чем отправляться в подобный, есть сайт, куда можно залезть. Есть форум, на котором можно пообщаться. Форума на самом деле нет. Но люди все равно общаются плохо или хорошо. Конечно. То есть, благо возможности интернета и поисковых систем сегодня позволяют найти информацию, я не знаю, о любом мероприятии и о тех сложностях, которые тебя могут подразумевать. Ну, и плюс все, кто хотел задать какие-то вопросы, они их задали, потому что там опубликован мой мобильный телефон. Ну, что может быть более прямого для того, чтобы спросить. Вот, естественно, у кого были вопросы, те их задали, конечно же. Чем, наверное, знаешь, мы забываем о том, что это все-таки действительно путешествие, да, еще. Ведь вот второй участок, это, ну, я не знаю, там многие ли читали Коливалу, но, тем не менее, в общем, это же действительно те самые места. И там посмотреть можно было, наверное, не только загубленные деревни, но еще и это действительно очень красивая природа. Конечно, конечно. И люди, на самом деле. Потому что вот как раз ночевка с первой на второй день была в деревне Суднойзера. Это как раз такие вот настоящие карелы, в которых в паспорте написано, что они карелы. И которые могут уболтать любого тем самым практическим эпосом. Ну, то есть, это же по большому счету устное народное творчество. И то, как они говорят и рассказывают, это, в общем-то, уже можно записывать. По большому счету, это можно еще пощупать. Кстати, вот если говорить о подготовке автомобилей, вот я видел и машину, которая была, судя по всему, куплена G4 Challenge Land Rover. Томберовская, были L200, были Нивы. То есть, есть какие-нибудь основные требования, которые предъявляются для участия? Понятно, что машина должна быть полноприводной, потому что вот там, где оранжевый Defender ездил, в общем-то, понятно, что в Жигулях не проедешь. И на Мерседесе тоже, к сожалению. Да. Ну, так как это, опять же, не спортивное мероприятие, у нас строгих рамок на самом деле нет. Есть единственное такое условие, что это должен быть не паркетник, а полноценный внедорожник. Значит, дальше у человека есть достаточно широкое поле для деятельности. Он может его там, может приехать на подготовленном, может приехать на стандартном. Но, если человек приехал на стандартном, он будет вынужден объезжать все спецучастки. То есть, соответственно, если какой-то там, грубо говоря, совсем тяжелый участок, то будет предложен некий вариант объезда. И зачастую этот вариант объезда, он, к сожалению, менее интересный. То есть, ну, очень сложно сделать две параллельные трассы одинаково интересны. И тем более еще уйти от такого, что люди с этой трассы будут хотеть съездить еще и туда посмотреть. И так далее. Вот, поэтому объезды, они всегда немножечко такие упрощенные, такие немножечко второсортные, скажем так. Самое интересное, конечно, там, где... Где самая грязь. Просто туда, куда нельзя доехать. Потому что у нас же слоган какой «открываем Россию заново», соответственно, что можно открывать на дороге общего пользования. Можно просто дегустировать новые открывшиеся кафе. Правильно? Вот. А все, что нам интересно, оно обычно находится там, где нет асфальта. У нас есть как раз звоночек, может быть, как раз в тему посмотрим. Добрый вечер в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Михаил, я из Москвы. Очень приятно. Я, да, в конце прошлого года были хорошие условия приобретения Судзуки. Я приобрел автомобиль Судзуки Гранд Витара. И потихонечку превращаюсь в любителя внедорожных как бы поездок. И я вот хотел бы узнать ваше мнение об этом автомобиле. Смог бы я участвовать в ваших соревнованиях или пробегах? Ну, автомобиль весьма достойный. Спасибо. Да, но ему будет там тяжело. Причем ему будет тяжело даже не столько с точки зрения того, проедете вы или нет. Потому что реально при нормально работающей голове и навыках можно проехать на гораздо менее подготовленной машине, чем это видно. Но вы просто очень сильно огорчитесь суммой сервиса потом. Потому что, естественно, везде там какие-то пни, коряги, камни и прочие неприятности. Опять же, достаточно глубокие там лужи, иногда броды. И техника изначально не рассчитана на это. То есть, у вас будет сыпаться и как подвеска, так и электрика. Соответственно, генераторы, стартеры, все подряд. Поэтому все-таки машину нужно, в моем понимании, использовать по назначению. Проехать можно. Никто не спорит. И даже по многим спецучасткам можно проехать. Особенно, если спасать грязевую резину. Если еще учесть, что на Сузуки есть понижайка. Хоть и слабая, но есть. Но тем не менее. Вот. То я бы, наверное, даже ради интереса бы поехал. Но на своей машине я бы не поехал. Пожалейте ее бедную. Скажем так. Это будет правильнее. Потому что машина действительно очень неплохая. Но она все-таки, конечно, рассчитана больше для... На более такой... Человечные условия. Да. Но есть, на самом деле, третий вариант. Можно приехать на не все этапы, а на этапы, которые, например, идут через всякие степные участки. Там можно ехать на подобном плане на машине очень легко. Обычно самые сложные этапы – это первые, то есть северные, там, где много воды, снега и так далее. И последний этап – там, где горы. Но, опять же, в горные участки все имеют у нас объездки по низу, по асфальту. Ну, давай еще один звоночек, а потом продолжим, потому что мы как-то остановились на двух первых днях. Такое ощущение, что за два дня мы прошли... Испедиция длительная. Закончила. А, ну да, длинная же была все-таки две недели. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Влад. Очень приятно. Я из города Мурманска. Заинтересовала ваша передача. Сейчас вот так вот случайно включил и смотрю, вот в прямой эфир идет. Вот, посмотрел сюжеты вот ваших, так сказать, путешествий. Ну, вот, я вот недалекого времени сам, как бы, начал заниматься. Но у меня немножко другой профиль. Я, как бы, в поисковом отряде. И у меня машина, как бы, внедорожник. Вот. И просто я в ваших вот этих рейдах не увидел такой модели Mitsubishi Delica. Вот. Просто мне, как бы, эта машина нравится. Она не старенькая досталась. Я тут уже, конечно, ее тут поддемонтировал, там, мотор поменял. Вот. Леворуку, конечно, тяжело найти машину такую. Ну, вот, я, как бы, пока пользуюсь этой. Вот. 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 Просто скажите, почему вот в ваших этих рейдах нету вот этой Mitsubishi Delica? Или просто она не подходит под вашим качеством? Или у людей ее просто нет, так как она редкая модель? Вот. И еще, пожалуйста, такой вопрос к специалисту. Вот. Вот. Смотрите, вот Hyundai Star, он похож по качествам или он хуже по внедорожью, если его, конечно, там подделать? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. За такие достаточно глубокие вопросы. Значит, по поводу Delica. У нас было заявлено, на самом деле, две Delica в этом году. Вот. Но они были заявлены на очень короткие участки. Это как раз то, о чем мы говорили про Suzuki Grand Vitara. Значит, машина хорошая и умалять ее достоинства, в общем-то, сложно. Почему их как бы мало ездит? Потому что их реально мало на дорогах. Ей было бы тяжело, на самом деле, идти многие участки, просто потому что у нее такая геометрия, такая развесовка. То есть, конечно же, там шасси от Pajero дорогого стоит. Но при этом над шасси не Pajero. Кубик здесь нужно все принимать. Да, да, да. Вот. Машина очень достойная, но немножечко все-таки для такого более легкого использования. Хотя, опять же, если не лезть во все тяжкие, то на ней можно абсолютно свободно проехать весь Волоку. Потому что машина, потенциал хороший. Что касается автомобиля Hyundai, абсолютно достойная машина. Я не возьмусь сравнивать, что лучше, что хуже, потому что, скажем, у меня в личном пользовании их не было. Но есть отзывы моих знакомых, друзей и так далее, у которых было и то, и другое. На Hyundai ездят, долго ездят, счастливо ездят. И все-таки корни это все равно от Mitsubishi. Это и дело. Это же было по предмету. Да, поэтому я подозреваю, что, естественно, возможно, чуть-чуть хуже, чем оригинал. Ну, наверное. Может быть. И то я не буду, честно говоря, утверждать. Машина очень достойная, надежная. Я на такой машине всего один раз ездил куда-то более менее далеко. Мне понравилось. Угу. Вот еще вопрос. И, как я понимаю, тут про более серьезный автомобиль, про Land Rover хотят спросить. Добрый вечер в эфире. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Меня зовут Алексей. Очень приятно. У меня такой вопрос. Вот я сейчас видел как раз в видеорезе, что проезжала такая машина, как Land Rover Defender 110. Просто я собирался приобрести подобный автомобиль, но меня отговаривали, говорили, что он что-то сыпется, совсем он что-то плохо себя на бездорожье ведет. Вот хотелось бы узнать ваше мнение об этом автомобиле. Ну, мнение на самом деле весьма уважительное. Как бы я не боялся вступить в полемику с теми, кто вам говорил, что это не совсем так. То есть по бездорожью он лезет весьма уверенно. Ну, наверное, на сегодняшний момент, извиня, могу сказать, что у нас три таких серьезных автомобиля осталось. Пока еще Petrol, который можно еще купить. Да, уже снятый. Уже снятый теперь с производства и не имеющий ничего отношения вот эта машина и Гилландваген, которые действительно можно… Рейнлер Рубикон еще. Ну, да. Хорошая вещь. Значит, что касается надежности, в принципе, есть доля истины. То есть, вообще любой автомобиль марки Land Rover, он все равно будет чуть-чуть менее надежен, чем любой Mitsubishi, Toyota и так далее. Плюс к тому, достаточно плохой сервис, как бы это не показалось грустно. То есть, вот у нас на этом Волоке был случай, со мной ехал помощником организатора человек, владелец Defender, который после ТО проехал 400 километров. Ему на ТО не проверяли наличие смазки в ступицах. Он доехал до Волок, да и у него развалились ступицы. Ну, то есть, вот мы можем себе представить, да. То есть, хорошая машина, но за ней надо, как за любой машину, особенно в оффроуде, хорошо ухаживать. Потому что вот этому патрулю ему там 15 лет. Но если бы его хозяин, его постоянно бы не трязвал вот так вот, да, это все-таки не асфальтовая эксплуатация. Машину надо в этом отношении любить. Ну, и что можно добавить про ДИФ, то он действительно отличный автомобиль для бездорожья, но очень тяжело его эксплуатировать каждый день, потому что он все-таки, конечно, табуреточный. Да, и главное, его очень сложно настроить. То есть, он может там, можно сколько угодно играть с его проходимостью, но с его управляемостью играть бесполезно. Можно делать что угодно, но он не для этого делался. Потому что изначально эта машина делала совершенно для других целей. Да, и опять же, длительные рейды, когда тебе в день надо проходить по 500-600 км по бездорожью, на нем это некомфортно, даже не с точки зрения пресловатой посадки, а просто подвеска работает не так. Она достаточно тряская. Как бы ты не подбирал там амортизаторы, не травил шины и так далее, все равно машина будет проигрывать по комфорту. Естественно, как только начинается тотальное бездорожье, то Defender начинает таскать всех вокруг. Это да. И работать спасателем. Это он может. Еще один вопрос, и я думаю, мы потом все-таки продолжим. Мы, правда, уже теперь перейдем сразу в 3, 4, 5, 6 день. Сделаем так, чтобы быстрее, потому что время не осталось. Это очень правильно, там было больше асфальта. Вот, 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 видишь. Добрый вечер в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это Барнаул, зовут меня Василий. Очень приятно. Я хотел бы узнать про Тойота Сурфлюк что-нибудь. Что это за автомобиль ты представляет? Ну, я сразу приступлю к ответу. Спасибо. По большому счету не могу ничего сказать ни хорошего, ни плохого, потому что в отличие от Барнаула до нас эта машина долетает в очень маленьких количествах. Вот, все-таки правый руль для нас это экзотика, а для вас левый руль экзотика. Вот, поэтому мы говорим чуть на разных языках. Но все, что я читал про эту машину, так как эта машина имеет, как бы, практически, в общем-то, это фуранер. Да. Вот. Машина весьма крепкая, ну, как бы, опять же, надо еще понимать, о каком поколении там идет речь. Но, в принципе, машина крепкая, выносливая, и можно было бы ее там сильно рекомендовать, но у нее достаточно спорная геометрическая проходимость. И, ну, вот, я лично ее так немножко недолюбливаю на бездорожье, да, потому что все-таки на всех модификациях задний свет достаточно высой, длинный. На многих модификациях очень низко висят агрегаты ниже рамы, там, траверсы всяческие висят и так далее. То есть, машина хорошая, но не для экстрима, скажем так. Она очень надежная, у них были проблемы с передней подвеской, я помню, в 90-х годах с этой машиной, но при этом они их исправили, потому что это Toyota, они работают над качеством, это очень важный момент. Да, ну, и плюс любая машина, у которой спереди независимая подвеска, она гораздо более нежная. Это просто надо понимать, это не говорит, что она ненадежная, это говорит, что она нежная. Здесь нужно четко провести такую вещь, как нет знака равно между проходимостью, хорошими внедорожными качествами и управляемостью. Это совершенно две полярные вещи, которые, ну, совершенно не могут быть сопоставимы и не могут как-то, нельзя сделать хороший внедорожник, который еще был хорошей гоночной машиной. Так и получается. На самом деле так и получается, но это уже вопрос такого фундаментального тюнинга. То есть, у меня там одна организаторская машина Mitsubishi Pajero, у которой тоже все говорят, что там машина ненадежная. Однако весь Волок она прошла, ей уже 3 тысячи лет, она 98-го года, и у нее не было ни одной поломки. При том, что она нашла как организаторская машина, если все проехали, грубо говоря, 6-7 тысяч, а у меня почти 14. Вот. А значит… Не любишь ты себя. Ну, что делать, работа такая. Вот. Значит, и вторая организаторская машина – это Nissan Patrol. Вот мостовая машина. Но у него все очень хорошо и с управляемостью, и со всем. Но это было достигнуто путем замены пружин, амортизаторов того, сего, пятого, десятого, подбором правильного размера колес, вылета дисков. Ну, и дальше поехали, да? Там много составляющих. Вот. Опять же, это же как бы ставилось, не нравится, снималось, ставилось другое и так далее. То есть, это настройка многолетняя. Методом группа ошибок. Конечно. Вот. Поэтому вот с Паджеро я не являюсь таким специалистом, и я поэтому просто не лезу туда. Вот машина стоковая, едет неплохо, и я не хочу проходить весь путь, который я с патрулем. Вегарус – Высоцк, Высоцк – Кингисепп, и потом Дневка, да, там еще была. Да, Дневка была в Кингисеппе. Да. Как раз шестой, получается, Сисебиш, шестой день Кингисепп. Сисебиш, давай об этом, потому что мы действительно просто не успеем. Сразу убьем детских зайцев. Так будет проще. Тем более, ты сказал, они асфальтовые быстрее рассказывают. Там в этих регионах достаточно большая концентрация, с одной стороны, достопримечательности, да, потому что все-таки та же самая Псковщина, она, в общем, славится тем, что концентрация там хороша. Вот. Но, с другой стороны, опять же, наш график предполагает то, что, во-первых, нам надо использовать асфальт для того, чтобы настигать некие пробеги, с одной стороны. С другой стороны, Псковская область является практически туристической меккой. И там, ну, всем известны, там, все эти Псков, там, Пушкинские горы и так далее. Мы туда принципиально не заезжаем, потому что туда можно купить экскурсию, сесть и проехать. И просто на летовой машине. Да. То есть, некоторые участники попадаются на эту удочку, и они начинают воспринимать Волок как будто это туристический продукт. Это не туристический продукт. Это в полной смысле экспедиция, как бы она ни казалась такой немножечко, скажем так, приглаженной. То есть, все равно это в любом случае экстрим. Связи почти нигде в любом случае на трассе нет. Все равно человек наедине с машиной и с природой. И посмотреть зачастую, вот так вот выйти, зайти в музей некогда. Это созерцательнее, по большому счету, туризм. У нас одна из целей была, когда мы вот это все придумали, это зародить в человеке желание вернуться. Это, кстати, правильно. Как монетку бросил. Здесь ты проехал. Может быть, кто-то скажет, что галопом по Европам. А с другой стороны, здесь очень важный момент то, что, ну, вот где вы такое еще увидите? В общем, хотя бы можно сказать, что нужно и в Подмосковье увидеть, но тем не менее, в общем-то, другая природа, другая архитектура, которая... Там есть то, может быть, даже проскочив быстро эти городки, ты увидишь те постройки, которые ты не увидишь больше нигде. И, собственно, тебя это заставит вернуться, в конце концов, даже не обязательно по внедорожной трассе, а по обычной дороге вот такой, по асфальтовой. Ты можешь приехать и все это посмотреть. Ну, опять же, на разведке, на отработку этого маршрута уходит практически там совокупно три месяца в году. То есть, вот, если хорошо ехать и все смотреть, нужно не две-три недели, а три месяца. Сами понимаете, это практически невозможно. Ну, это да. Это либо надо быть очень богатым. Либо очень свободным. Либо очень свободным от всего. Пойдем дальше. Себеш Рославль. Я просто, извини, буду читать, потому что я так вот прям наизусть не помню. Рославль Рыльск. Я тоже не помню. Рославль Рыльск. Рыльск. Вешенская. Вот. Вот мы пришли куда. Гришки. Прямо. Точно. Вот. Значит, по городам, по которым мы шли в Вешенскую, мы прошли практически по всем пограничным городам. Вот как раз типа Рыльска или Севска. Кто же знает эти города? Большинство людей не знают. Вообще, большинство людей, которых я лично знаю, они не в курсе, что в этих областях есть что смотреть. И даже люди, проехав Волоком через эти области, они все равно до сих пор так и не поверят, что там есть что смотреть. Хотя города древние, у них богатые истории. Ну да, по ним прошла война. Да. Их там многие сожгли. Да. Там братская могила за каждым поворотом. И зачастую люди во время отпуска не хотят это воспринимать. То есть, ну кому хочется думать о чем-то тяжелом, если у тебя в отпуск. В принципе. Ну да. Вот. Но с другой стороны, это все равно накладывает некий отпечаток. И потом уже, когда человек приезжает в Москву или в свой город, откуда он стартовал, у нас больше половины участников не из Москвы, кстати, между делом. А, даже так. Да. То есть, у нас как раз децентрализованные мероприятия, это именно всероссийское. Это очень важно. У нас хантамансийская люди едут и так далее. То есть, это очень важно. Люди из городов, которые мы слышали по телефону, там из Мурманска и так далее, это все для нас не экзотик. Действительно. Вот. Так что мы внутри МКАДе знаем, что там творится. Вот. И поэтому вот эти вот города, они все по-своему интересны. У них у всех очень такая красивая история. Поэтому, конечно, когда люди вот из этого всего такого из сведения чаще выехали в Вешенску, где такие вот нас встречали казаки с песнями, с плясками, это, конечно, для них был такой моральный отдых. Потому что вот после вот этого двух-трех дней такого вот... Ну, достаточно тяжелая обстановка, когда ты стоишь лагерем, а ты понимаешь, что здесь были бои. И ты не можешь лагерь поставить в том месте, где не было боев, потому что бои были везде. Да-да. Вот. И это все равно давит. Даже если ты не думаешь об этом. И ты начинаешь понимать, почему во время войны именно там были бои основные. Потому что там самое тяжелое с точки зрения проходимости место. Если там уже какие-то войска туда стянули, так просто там не пройти. Вот. То есть я даже могу привести элементарный пример. Уж не знаю, успеваем мы или нет. Успеваем, успеваем. Бывали... У нас там, например, в Курской области был участок, когда мы вот прокладывали маршрут. Просто поперек дороги у нас небольшая речка. Два моста у нее существует. Один в Курске, а другой на границе Белоруссии. Ну, там километров 200 всего. Ну, 150. Всего. Ну, действительно. Значит, все остальные мосты, которые понтонные, они работают только в определенный сезон. А мы же идем по половодию, и эти все мосты сняты. Соответственно, у нас есть вариант какой пройти через Курск или там. И все. Все остальные дороги вообще никак не функционируют. И представляете, что такое там воевать. То есть там просто кругом болото и все. И, естественно, люди, когда едут там второй день практически только по асфальту, они начинают искать себе приключения. И они, ну, думают, организаторы же дураки. Они вот сделали такую петлю. Мы сейчас так срежем. И начинается там Сталинград. Начинается спасение потом утопающих и так далее. Кстати говоря, еще такую маленькую вещь скажу. То, что все-таки многие мечтают поехать, но не у всех получается. Мы в этом году сделали такой интересный сервис наблюдения за экспедицией с монитора компьютера из дома. То есть мы в каждой машине поставили автотрекер. И за каждой машиной можно было наблюдать, ну, там, родственники, там, коллеги по работе смотрят, где там наш бухгалтер. А наш бухгалтер вбаловать под Курском. Вот. Это был достаточно интересный такой опыт. И я думаю, что мы его, конечно, будем теперь использовать. Это действительно интересно. То есть интерактив такой получился. Я помню, кто-то первый на каком-то внедорожном рейде, они придумали, там была карта, и ты мог в интернете смотреть, как передвигаются вот эти вот шашечки этих автомобилей. Абсолютно. Настолько здорово и интересно. То есть ты вот просто входишь, и ты видишь это все, наблюдаешь. Да, да, да. Причем как на обычной карте, так и на космос-снимках. То есть мы просто берем космос-нигновский этот сам и смотрим, как там, что происходит. Это очень, конечно, интересно. Это 21 век. Ну, конечно, цивилизованная страна. Вкусности всякие показывают. У нас звоночек, мы не будем на это смотреть. Добрый вечер в эфире. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос какого рода? Представьтесь, пожалуйста. Да, да. Представьтесь, пожалуйста. Михаил из Москвы. Очень приятно. Владею Prada 2,7 и часто езжу на дальние расстояния. Правда? Хочу купить внедорожник именно для путешествия. И у меня есть большие сомнения в дизельных двигателях при обгонах. Владея Тойотой, очень рассматриваю вариант Патрул, Патфайндер. И боюсь, что на обгонах очень сложно на Тойоте обгонять. И боюсь, что на Патруле и на Патфайндере такая же ситуация будет. Хотел бы узнать вот эту ситуацию. У Патруля там 160 с чем-то лошадей, а у Патфайндера 170. Как обгоны будут совершаться? Для меня это сейчас проблемой является в выборе автомобиля. Мы с вами говорим на одном языке, потому что я тоже люблю, когда на обгоне не надо задумываться о дистанции, когда машина позволяет ехать безопасно. Значит, сразу скажу, что Патруль с трехлитровым мотором не едет по трассе абсолютно никак. Патфайндер гораздо легче, поэтому он едет живее. Ну, по крайней мере, он едет. Он едет, реально едет. То есть, там можно как-то привыкнуть, потому что все-таки моторчик маленький. Ну, опять же, сейчас новый мотор выходит, мы еще на нем не ездили, тоже надо посмотреть. К сожалению, не дают. Значит, что касается Прады, если брать экзотичным для нас трехлитровым турбодизелем, она более-менее такая динамичная. Но я свой выбор несколько лет назад сделал, я пересел с дизеля на бензин. Потому что нет проблем с качеством топлива практически, нет проблем с обслуживанием. Чуть-чуть больший расход топлива, особенно по трассе, это реально чуть-чуть больше, если не сильно летать, то он очень сильно компенсируется гораздо меньшими проблемами при обслуживании. В итоге у меня и Паджеро, и Патруль бензиновый. Ну, это действительно как бы ходячие машины. Да, да, да. И меня мало кто понимает, и со мной много кто спорит. Но это вопрос религии уже, да. У нас еще один звонок, я так понимаю. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте, меня зовут Павел Москва. Очень приятно. Я хотел бы вот такой вопрос задать. Есть длиннобазные и краткобазные машины? Вот так долго показывали Defender. Мне интересно, я вместе смотрел тоже движение колонны, все машины были длиннобазные. Вот как ведут себя краткобазные машины? На бездорожье они лучше или все-таки лучше предпочтить длиннобазные машины? Это первый вопрос. И второй, как тебе зарекомендовали автоматы? Опять-таки, что лучше на бездорожье? Лучше иметь коробку-механику или лучше иметь автомат? Спасибо за вопрос. На оба вопроса могу ответить, опять же, немножко нестандартно. Значит, во-первых, есть, естественно, определенная физика. Естественно, короткая машина по определению едет по бездорожью чуть-чуть лучше, чем длинная. Опять же, по какому? Давай рассматривать сам вопрос геометрической проходимости. Для чего? По пескам лучше ездить на длиннобазном автомобиле? В целом, да, но все равно нет, Саша. Значит, история следующая. У меня Паджиро короткобазный, патруль у меня длиннобазный. Значит, с чем это связано? С тем, что короткобазный патруль имеет плохую развесовку. Он реально достаточно плохо едет по бездорожью. Паджиро длиннобазный тоже имеет уже специфическую развесовку, длину и геометрию. И короткобазник гораздо лучше едет по бездорожью. У Тойота, там, Лонг Крузера 70-й серии то же самое. Там, пятидверка, она хорошо едет по бездорожью. Но трешка гораздо более проходимая. Вот, поэтому надо смотреть конкретную машину. Что касается автоматов и механики, я очень люблю механическую коробку, но у меня обе машины на автомате. Это обусловлено двумя вещами. Первое – это то, что тебе автомат не дает машину загубить. То есть, даже если ты входишь в какой-то адреналиновый раш, ты все равно не передавишь. Это первое. Второе – на автомате гораздо проще ездить плавно, мягко, особенно по забудшим грунтам. Да. И третье – у автомата нет сцепления. Это очень хорошо. Потому что даже в режиме «Волок» сцепление было слабое место у многих экипажей. Автомат не ломался ни у кого. Поэтому… Ну, и плюс еще есть очень много приемов работы с автоматом, опять же, которые невозможно использовать на механике. Поэтому я, опять же, если вот именно под какие-то экспедиционные вещи, я бы взял автомат. Если это очень тяжелая экспедиция, где нужно вдали от всего подряд ездить неделями, конечно, я бы поехал на механике, но на определенных автомобилях с определенными моторами, с определенной механикой. С трансмиссией как-то. Ну, да. Грубо говоря, патрол мотором 4.2 дизель с механической коробкой, которая похожа на ГАЗ-53. То есть, она такая вот. Ну, и там сцепление такое. Плюс очень низкооборотистый мотор, который хорошо работает на низах и так далее. На Паджиро, например, нельзя ездить на механике по бездорожью, потому что сцепление умрет сразу. Ну, может, не сразу. Может быть, вы будете очень аккуратны, но оно умрет через месяц. Обрадовал. Да. Добрый ты. Из Вешенской донская царица. Ну, это мы все путешествуем по… Вот уже пошли степи. И пошли степи. Вот пошли… Там же была донская царица Барханы. Да, да, да. То есть, как раз мы видели некие пески, которые, в общем-то… Основная опасность в песках что? Ну, на самом деле, опасность в песках сугубо психологическая. Потому что человек, когда приезжает к пескам, он автоматически начинает думать, что это что-то такое страшное. В следствии того, что мы просто живем в таком климате, где песок – это экзотика. На самом деле, по пескам едется достаточно спокойно и уверенно, но очень адреналиднисто. То есть, ты, когда видишь вот эти все Барханы, у тебя есть ощущение, что машина там не пройдет. Но астраханский песок – это не сахарский песок. Он гораздо более плотный. И, с одной стороны, картинка у тебя такая же, а проехать проще. Это здорово. Ну и пошли мы, наверное, уже Бархан и Нальчик. Следующий Нальчик – Майкоп. Майкоп – Новороссийск. Это завершающая часть пути у нас. Видишь, как мы за час умудрились две недели проехать. А что это за Датсан вообще? Это Калмыкия. Это маленький поселок посреди степи. Вот такой абсолютно современный Датсан. Такой нехарактерной достаточно архитектуры. Но, в общем, видимо, такой архитектор. Специал Калмыцкий. Да, да, да. У нас в этом году просто был очень большой степной песчаный прогон. То есть, мы практически два дня не вылезали вообще в цивилизацию из пустыни. Вот. А последний этап – он как раз горный. И, по большому счету, он является таким искуплением всех ошибок организаторов на предыдущих этапах. Потому что после Кавказа нам обычно прощают все. Потому что, конечно, Кавказ – место уникальное по своей красоте. И при этом населенный уникальными же людьми. Потому что то, насколько, например, кабардинцы были открыты всей душой к нам, когда мы приезжали туда на разведке – это, конечно, достойно просто записок отдельной поэмы. То есть, как с нами ходили по всем этим тропам, возили нас там, показывали… Они гордятся своей республикой. И мы поэтому постоянно пытаемся в каждой области, в что они нам показали. Ну, мы же не место. Мы пришли. Мы приехали так же, как и все. Вот. И очень приятно, когда ты попадаешь в какой-то регион, где тебе… Зачастую сам человек звонит. Опять же, мобильный телефон есть на сайте. У меня сами люди звонят. Говорят, вот, вы знаете, мы видим по карте, что вы пройдете через Кабардино-Балкарию. Вы приезжайте. Мы вам покажем. Ну, ты, конечно, понимаешь, что человек, может быть, превысил свои возможности. Может быть, наоборот, принизил. Но ты, естественно, едешь, потому что ты понимаешь, что человек к тебе… Он не один, в конце концов. Ну, в любом случае, он местный, он все знает, да? Вот. И мы, конечно, этим постоянно пользуемся. И вот в некоторых регионах мы получали огромный отклик от местного населения. И нам показывали такое, что туристы не могут это увидеть, когда они едут организованными путями. Ну, и плюс еще, конечно, у нас все-таки повышенная проходимость. То есть, многие памятники же истории или природы, они так закинуты в горы, что туда с лебедками-то не доехать. Пешочком надо ходить. Ножками иногда тоже. Хороший джипер может не только ездить, еще и ходить, и таскать что-то. Да. Потому что даже от лебедки надо тросик-то, в общем, вытянуть куда-нибудь и к чему-то привязать бантиком. Ну да. Чтобы красиво было. Еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Дмитрий, Москва. Очень приятно. Такой вопрос. Вот примерная, скажем так, стоимость средней или минимальная вот одного такой поездки, рейда, скажем так, вот сколько нужно иметь, чтобы участвовать, ну так, чтобы более-менее комфортно себя чувствовать, и какие дополнительные расходы в плане поездки могут возникнуть в плане поломок там или какой-то эвакуации предстоящей там. Вот сколько нужно непосредственно в кармане иметь, чтобы вот проехать с пункта А в пункт Б. Понятно, что это зависит от разных составляющих, от пробега, от ландшафта, от машины. Ну, так вот, хотя бы примерно вот порядок такой вот, скажем на один экипаж. Спасибо, Дмитрий. Вилка достаточно, конечно, сами понимаете, протяженная, но в целом обычно экипажи укладываются в вилку от 50 до 120 тысяч. Это вместе со взносом, который является по большому счёту единственной возможностью организовать всё вот это. Значит, сюда входит взнос, бензин, питание. Проживания практически нет, потому что у нас палаточный режим. То есть это, конечно, экономит средства. Но, опять же, всё зависит ещё от того, как человек подходит к разным излишествам. Кто-то вечером пьёт квас, кто-то виски. Вот, пошла вилка. Ну, вот, соответственно, во взнос там входит вечерняя готовка. У нас повара с нами едут и так далее. Потому что обычно человек, когда приезжает вечером, мы уже не до готовки. Кстати, здорово. Да, и как бы люди не говорили, что да вот, да у нас с собой всё есть, да мы сами можем. Но, на самом деле, один раз приготовят, на второй раз уже не хотят. Потому что, ну, усталость. Просто усталость. Ну, надо ещё учитывать, что вы всё-таки поймите, даже 300 километров по бездорожью – это абсолютно разные вещи, чем если ты просто движешься по шоссе. По шоссе можно в день промахать и тысячу. Совершенно легко. Да. А вот 300 по бездорожью, тем более по незнакомой местности, по ухабам, по иракам. Тем более, вот, если ты ещё завяз, тебя начинают вытаскивать. Это потеря времени. Ты уже не укладываешься во временные рамки. Всё. Ну, то, что ты говорил в самом начале. Это как ком снежный, оно растёт и растёт. Вот, и усталость к концу, она всегда бу-бу-бует всегда была. Это как вот редисты, они всегда говорят, что, ты знаешь, к концу, когда приезжаешь, действительно, вот она такая дикая, но ты понимаешь, что ты сделал, да, ты прошёл, ты же доехал всё-таки. И вот тут, говорит, ты расслабляешься. С одной стороны, понятно, что да-то там два дня, может быть, просто проспишь, но ты получил какое-то удовольствие, собственно, ну, не нравится. Каждый раз ходит по-своему. А то мы и люди, чтобы у нас были разные интересы. Это самое важное. Знаешь, тут много вопросов, очень они скопились. Как выдерживают машины такой темп? Были ли китайские машины? Вот Виталий спрашивает из Владимирской области. Огромное спасибо, кстати, тем телезрителям, которые начали, наконец, представляться в СМС-сообщениях. Уже очень приятно. Спасибо большое. Что ты вот скажешь, Виталий? На конкретно третьем Волоке китайских машин не было. На втором были. Никаких, кстати говоря, проблем с ними не было. У нас вот на том Волоке был организаторский Great Wall. Доехал абсолютно спокойно. Вот. Тоже от него никто этого не ожидал. Все так на него косились, как на слабое звено, но в итоге нормально. Вот. Машины, естественно, сыпятся, но сыпятся в основном из-за двух вещей. Первое – это неправильное обращение с автомобилем, и второе – это не наподобающее обслуживание автомобиля накануне мероприятия. То и другое искоренить сложно. Потому что, если человек не вкатан в машину, а большинство людей не вкатано, потому что они сидят в офисе, ходят на работу, ездят зачастую по городу на другой машине. Когда просто с места в карьер в бездорожье окунаешься, ошибки неминуемы. Это естественно. Вот. Естественно, там на организаторов равняться бесполезно, потому что мы перед этим три месяца там ездили. То есть нам, в общем-то, это неправильное. Потом все-таки давай будем учитывать, что у тебя и опыт немного побольше, чем у большинства участников. Пусть будет так. Скромный ты. Значит, соответственно, поэтому нужно всегда иметь такую осторожность. Надо понимать, что ты выехал не на выходной день. Тебе надо еще там впереди пять тысяч, шесть тысяч проехать. Если ты видишь, что впереди, например, какое-то очень тяжелое препятствие, да плюй на него, объедь. Это не запрещено. Это, опять же, не спорт. Это не спецучасток. Там нет вешек, нет судей. То есть ты можешь объехать, ты можешь что-то подложить, ты можешь не идти нахрапом. В итоге машины очень сильно страдали именно от адреналина. То есть люди едут за адреналином, им надо какую-то встряску, но это, к сожалению, нужно понимать, что либо это экспедиция, либо это адреналин. Вот именно в таком виде. То есть надо, конечно, беречь себя и машину. И плюс к тому, сами понимаете, что в нашей стране, если не стоять над мастером с молотком, он что-нибудь забудет тебе сделать с машиной. Поэтому надо выращивать мастеров под себя. У меня вот две машины, они все обслуживаются у конкретных людей. Потому что если просто отвезти машину к дилеру, мы знаем, чем это закончится. Субару Форестер в новом кузове утверждает, Серега, то, что надо. Ну, я думаю, что машина неплохая. Верю. Первыми отстегнутся бампера. Да. Проходимость-то повысится. С веса укоротятся очень-то. Это обычно так бывает. Обычные машины за компанией с вами едут. Но, я думаю, достаточно было видео показано. Ну, обычно легковых нет. Легковых нет. Легковая машина зачастую не пройдет даже в лагерь. Ну, это показывал опыт у нас. На первом Волоке один из организаторов приезжал на Volvo XC70. Просто какие-то организационные вещи. Он в лагере не всегда на нем проехать. Ну, это так. Ну, не та машина. Опять же, это способ изолирования от прихода местного населения. И, опять же, чистота лагеря. То есть, туда, куда люди могут проехать на «Жигулях», обычно там все загажено. Опять же, особенности нашей Родины. У нас в привычке все за собой убирать. За нами лагерь остается чистым. Ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что это так. Мы, вроде бы, стараемся контролировать. Поэтому лагеря достаточно все труднодоступны. Мы любим общаться с местным населением, но немножко не в том формате, в котором обычно это бывает. Когда приезжает половина местной соседней деревни, подпитых людей начинают интегрироваться в тусовку. Ну, это, ты знаешь, не всегда хорошо заканчивается. Особенно все терки, так называемые, с версией населения, они могут быть чреваты чем-то. Очень много вопросов про «Эксплорер». К сожалению, мы не успеем. Буквально пару слов, у нас осталась минута. Я думаю, что… Ну, про «Эксплорер» мало, на самом деле, можно что сказать. Потому что в оффроуде его практически никто не использует. Американские машины используют. У нас в этом году ездил шевер «Таха». «Таха» я видел. И «Хаммер». «Хаммер», да, ездил третий. В прошлом «Волоке» второй «Хаммер» у нас ездил. Ну, все-таки «Эксплорер» – слишком легковая машина в этом отношении. Тут надо учитывать, ведь тот же «Рэнглер» потерял всю свою великолепную проходимость, когда они сделали стойки «Макферсона», убрав передний мост. Можно поспорить. Леш, огромное спасибо, что пришел. Хочется пожелать тебе удачи. Потому что дело, которое ты делаешь, действительно, оно интересное. И мне кажется, что познавая Россию, то, что у тебя правильно познавает свой мир, это важное дело, важное для страны, чтобы люди об этом знали. Спасибо вам, наши уважаемые телезрители. Спасибо огромное за вопросы. Удачи вам, берегите себя. Всего вам доброго, до свидания.